Всем привет! В предыдущем видео я делал детальную инструкцию по установке Google камеры на Xiaomi Mi A1 с Android 9 на борту. Видео очень хорошо зашло, спасибо вам огромное за пальцы вверх! В конце я обещал сделать сравнение между Mi A1 с Google камерой и Google Pixel 2 в формате того, насколько отличаются фотографии, сделанные на Google камеру, но на смартфон за 10000 рублей, против флагманского устройства за 40000 рублей. Но мы также сравним Google камеру со встроенной камерой от Xiaomi и посмотрим, как сильно уходит Google камера в отрыв или все-таки где-то она может быть хуже. Сравнение будет происходить по 8 категориям, фотографии сделанные на основную камеру при хорошем и плохом освещении, видео днем и ночью, портретные фотографии сделанные на основную и фронтальную камеры, фотографии с зумом, night-side, панорамные снимки, макрофотография и замедленное видео. В общем-то, давайте начинать! Перед сравнением нужно сказать, что я протестировал очень много модов Google камеры, везде были какие-то плюсы и минусы. Самый главный минус, и он встречается везде, это проблема с автофокусом. Она появилась вместе с девятым андроидом и решается изменением разрешения основного модуля камеры с 12 на 9 мегапикселей, но из-за этого у нас также меняется соотношение сторон на 16 к 9 вместо привычных 4 к 3. Также на шестой версии Google камеры неадекватно получаются снимки на фронтальную камеру, они то зеленят, то желтят по-разному. Чтобы решить это, я установил второй мод Google камеры пятой версии, там все работает отлично. В описании я ставлю папку на Google диске, где вы сможете скачать те моды Google камер, которые я использовал для этого видео, а также альбомы Google фото с примерами фото и видео к каждому из устройств. Настройки для камер же я выложу в Telegram канале, ссылка на который также есть в описании. Итак, первая сцена – елка днем. Сразу можно заметить, что Google камера сделала снимок практически идентичным как на Mi A1, так и на Pixel 2, разница лишь в цвете снега. Стоковая камера же сделала снимок слишком контрастным, елка в жизни не такая темная. Как вы можете видеть, детализация на Google камере на Mi A1 намного выше по сравнению со стройной камерой, нет смазов на елке, более натуральный цвет. А если сравнить снимок на Mi A1 Google камера и Pixel 2, то естественно детализация будет немного лучше на пиксели в силу более качественной оптики, но разница не драматическая, очень достойна для Mi A1. Следующая сцена – снимок кирпичного дома издалека. Как и в предыдущем снимке, под цветопередачей Mi A1 Google камера и Pixel 2 практически не отличаются, совсем небольшой скос в синеву у Mi A1, если сравнивать небо. Стоковая же камера задрала контрастность, но возможно конкретно в этом случае это даже и лучше. При кропе можно наблюдать перешарпу стоковой камеры. У Google камеры же на Mi A1 все слишком ровно, тем не менее детализация чуть хуже, если посмотреть на заборчик на балконе. Если сравнивать Mi A1 с Google камерой и Pixel, можно сказать, что Pixel сделал более грамотную цветопередачу, не ушел контраст, видна даже кладка кирпича. Следующий кадр – пассад ресторана. Сразу можно обратить внимание, что из-за очередной попытки сделать фотографию более контрастной, Mi A1 слишком задрал тени в этой точке, да и в целом картинка более мрачная. Google камера оставила тени, но в рамках разумного, как при взгляде в жизни. Если сделать кроп, то видно, что Google камера упустила детали из-за тряски рук. Говоря в целом, можно сказать, что дневные снимки получаются в большей степени лучше у Google камеры, но стоковая также может выдать хороший результат, если не переборщить с контрастностью. Для хорошей детализации лучше делать по несколько снимков, так как фокус может сбиться, как в данном случае. Видно, что Google камера на Mi A1 могла выдать похожий результат, если бы не косяк с детализацией. Тут видно, что если бы стоковая камера чуть меньше задрала тени, то кадр был бы очень похож с Pixel, детализация на хорошем уровне. А вот снимок в помещении, снова можно обратить внимание на то, что алгоритмы Google камеры одинаково обрабатывают фото как на Mi A1, так и на Pixel. Стоковая камера затемняет снимок, как обычно завышает контрастность. В целом, снимки достойны и на всех трех версиях, тем не менее более яркий снимок на Google камеру можно будет сделать более контрастным без потери качества, а вот осветлить снимок на стоковую камеру без добавления шумов не получится. А вот в ночное время стоковая камера просто уходит на задний план. Google камера здесь на 3 головы выше, на небе меньше шумов, нет пересветов и в целом все намного детализированнее. Прикропив все недостатки стоковой камеры налицо, пересвет, смазы, ужасная фотография, Google камера на Mi A1 на ночное время снимает очень достойно. При сравнении с Pixel видим, что снимки достаточно похожи, разве что Pixel чуть-чуть лучше справился с пересветами от вывесок и сделал кадр более насыщеннее. В этом примере можно смело отдать победу Mi A1 с Google камерой, ибо он единственный сделал правильный баланс белого. На самом деле у Pixel есть такая проблема с выставлением баланса белого как в ночное время, так и в помещении. Вы сами видите результат, тотальная аннигиляция стоковой камеры. Google камера на Mi A1 не оставила ни одного шанса. В сравнении с Pixel, как я уже сказал, я бы отдал предпочтение Mi A1 из-за правильного баланса белого. К тому же по детализации Mi A1 отстает буквально чуть-чуть, это заметно только при кропе. Так, кстати, работает постоянный фокус у Google камеры. Это функция от Pixel 3. На втором Pixel по дефолту такого нет, фокус постоянно следит за объектом, работает как при фото, так и при видео. Google камера Mi A1 Full HD, электронная стабилизация, как видите, работает. Давайте пробежимся. Опс, пробежим. Опс, опс. Поймала. Обратно. Ага, с точки. Поймал, молодец. Работает. Google камера 4K 30fps, электронная стабилизация не работает. Стоковая камера Mi A1, разрешение Full HD, электронная стабилизация, как видите, не работает. Пробежимся. Работает, но не так быстро, конечно, как с Google камерой, по крайней мере, не так кажется. А вот Google камера Pixel 2. Здесь у нас работает в паре оптическая и электронная стабилизация. Сейчас я иду пешком. Давайте пробежимся. Фокус. Моментально. Листочек. Результат вы видите. Как видите из примеров, цифровая стабилизация работает неплохо на Mi A1 с Google камерой. Я замедлил видео, так видно работу стабилизации при беге более явно. Mi A1, Google камера. В условиях недостаточного освещения электронной стабилизации вырубается. Давайте пробежимся. Опс, как она стрясет. ППС падает. Посмотрим автофокус. Так, подлагивает, но работает. Стоковая камера Mi A1. Давайте пробежимся. На самом деле мне кажется, что стоковая камера даже лучше. Она не настолько сильно теряет в кадрах, как Google. И поэтому, наверное, она будет предпочтительнее в условиях недостаточного освещения. А теперь посмотрим на камеру Pixel 2. Сейчас электронная стабилизация должна вырубиться, но остается у нас оптическая стабилизация. Пробежимся. Автофокус. При съемке видео ночью Google камера на Mi 1 снимает хуже стоковой камеры. Слишком сильно теряет кадры и фокус работает похуже. Теперь переходим к портретным снимкам. У стоковой камеры сразу же заметен слишком желтый оттенок. Что касается Mi A1 с Google камерой, то эффект боке не так выражен, но это можно исправить. Покажу чуть попозже. Также можно заметить явную ошибку. Лапы собаки оказались в блюре. Как видите, вторая камера на стоковой камере лучше справилась с определением объекта. Уши не замазаны, но опять же фотография слишком желтит. При сравнении с пикселем видно, что на пикселе также не идеально обработалось ухо собаки. В остальном неплохо. На Mi A1 же встречаются ошибки, например, над головой собаки. И на самом деле почему-то портретный режим работы на Mi A1 не так хорошо справляется с определением объектов. Это лучшая фотография из трех. Вот, например, типичная портретная фотография с собакой на Mi A1. В прошлом примере собака каким-то чудом была определена. В целом любые объекты, кроме людей, гугл камера на Mi A1 не воспринимает. На пикселе такой проблемы вообще нет. Вот, например, портрет кошки. Пиксель справился отлично. Стоковая камера снова увела в желтый, тем не менее справилась. Гугл камера на Mi A1 отказалась распознавать кошку. В ночное время ситуация такая же, как и при хорошем освещении. Гугл камера на Mi A1 просто отказывается воспринимать на портретных фото кого-либо, кроме людей. Вот портрет одиночного портрета днем. Все три справились хорошо. Стоковая как обычно желтит, а гугл камера на Mi A1 опять немного не дотягивает эффект боке. При сравнении с Pixel 2 видим, что объект определился одинаково, но по деталям лучше естественно пиксель. Тем не менее эффект боке на Mi A1 можно исправить. Для этого заходим в гугл фото, выбираем портретную фотографию, нажимаем на настройки, после этого можете нажать на объект, в который нужно выделить фокус, а потом можете отрегулировать эффект боке от слабого к сильному. Теперь посмотрим на фронтальные снимки. Пиксель практически всегда делает селфи и снимки более контрастными. Mi A1, гугл камера и сток по цветопередаче очень похожи. Но если сделать кроп, то видно, насколько велика разница в детализации. Стоковая камера просто кажется мылом по сравнению с гугл камерой. Для любителей селфи гугл камера просто маст хэв. Вот сравнение Mi A1 гугл камеры и пикселя. У пикселя фронтальная камера на 8 мегапикселей против 5 мегапикселей, только поэтому детализация лучше на пикселе. Гугл камера в отличие от стоков в Mi A1 умеет делать портретные селфи. При кропе видим, что качество осталось на том же уровне, что и на обычных снимках. Тем не менее, фото на Mi A1 мне очень нравится, потому что прогресс со стоковой просто колоссальный. Я сделал небольшое голосование и разница, как видите, не очень-то и существенная. При беглом взгляде на сжатых фотках не так и просто определить, где пиксель, а где Mi A1 с гугл камерой. Вот для вас еще раз разница со стоковой камерой просто небо и земля. Переходим к портретным фотографиям в условиях недостаточного освещения. Как видим, стоковая камера на Mi A1 сразу слилась, потому что второй сенсор на Mi A1, с помощью которого он делает портретные снимки, не очень светосильный, поэтому когда мало света, он очень плохо себя показывает. Вот вам сравнение в лоб. Вообще в условиях, когда мало света, гугл камера просто разрывает стоковую на Mi A1. Сравним гугл камеру на Mi A1 и пиксель. Чисто субъективно мне нравится больше результат на Mi A1, даже несмотря на то, что там хуже детализация. Баланс белого на Mi A1 выставлен лучше, кожа не уходит с слишком желтой оттенки, а вот фронтальные снимки в условиях недостаточного освещения. Как обычно, стоковая камера слилась, гугл камера на Mi A1 справилась лучше, но до пикселя все-таки не дотягивает. Можете заценить разницу в шумах и детализации в сравнении гугл камеры и стока на Mi A1. В сравнении в лоб в лоб с пикселем могу сказать, что шумодавт естественно лучше на пикселе, но если смотреть на глаза, то на Mi A1 они мне нравятся больше. Они немного четче и не такие стеклянные, как на пикселе. А вот портретные селфи в условиях недостаточного освещения. Результат, как мне кажется, достойный как в первом, так и во втором случае. Мне интересно даже сравнить Mi A1 с айфоном или любым другим телефоном, который на уровне системы поддерживает фронтальный и портретный режим. Переходим к фотографиям с зумом. На исходном снимке видим, что стоковая камера слилась по детализации, гугл камера на Mi A1 немного хуже пикселя. Делаем цифровой зум на гугл камере и оптический на стоковом. Результат очевиден, обойдемся без особых комментариев. Вот сравнение в лоб в лоб. Из-за слабой светосилы второй модуль на Mi A1 просто не справился со снимком, превратив его в желе. И как видим, что пиксель естественно лучше, чем Mi A1, но не настолько плох, как стоковая камера. Можно даже прочитать в самые крупные страны Европы. Вот еще один пример при комнатном освещении. Вам на видео скорее всего не видно, но стоковая камера смазала текст. Делаем цифровой зум на гугл камере и оптический на стоковом и видим, что все трое справились отлично. Но по секрету скажу, что для того, чтобы фотография получилась четкой на Mi A1 со стоковой камерой, мне пришлось сделать 4 снимка. На гугл камере было достаточно всего одного. А теперь настала очередь по-настоящему ночных снимков. Посмотрим, как работает Night Sight на Mi A1. На стоковой камере будет включена настройка ночного режима. Итак, 3, 2, 1. Поражает, не правда ли? Насколько видим, Night Sight на Mi A1 вполне себе работает. Посмотрите на сток. Ночной режим никак не лучше обычной фотографии. Если сравнить Night Sight на Mi A1 и Pixel 2, то лучший результат на пиксели объясняется двумя моментами. Во-первых, это оптическая стабилизация, а во-вторых, более светосильная оптика. Тем не менее, результат на Mi A1 очень достойный. Похожий снимок не сможет выдать большинство современных флагманов. Теперь посмотрим на панорамный снимок, идем от худшего к лучшему. Сток на Mi A1, потом гугл камера на Mi A1 и в конце Pixel 2. Если сравнивать гугл камеру на Mi A1 и Pixel, то могу сказать, что Mi A1 уже не в первый раз выставляет более правильный баланс белого. А что касается детализации, то в большинстве моментов лучше Pixel, но по краям деталей получилось больше на Mi A1, так что очень вплотную в Pixel. А вот пример с фотосферой. Сразу скажу, что снимки полностью одинаковые на Pixel и Mi A1, разница лишь в балансе белого, на этот раз он лучше на Pixel. Фотографии настолько одинаковые, что алгоритм даже сделал одинаковую ошибку в одном и том же месте. В макро фотографии гугл камера снова показывает себя лучше, чем стоковая камера. Цвета более натуральные, больше деталей, очень близко к Pixel. В недостаточном освещении в макро стоковая камера как обычно потеряла в детализации, кадр получился темным. Если сравнивать гугл камеру на Mi A1 и Pixel, то Mi A1 справился чуть-чуть хуже по детализации и промахнулся с балансом белого. Сейчас пройдут три ролика с замедленным видео. Хочу сказать, что везде в трех случаях получается не очень, даже на Pixel. В стоковой камере при воспроизведении ролика в Google фото он зависает, плюс нет звука. А на гугл камере в Mi A1 частенько вылетал этот режим. На Pixel же просто плохо, не лучше, чем на других примерах. Даже немножко стыдно. Какие можно сделать выводы? Стоковая камера хуже гугл камеры на Mi A1 практически везде. Кроме съемки видео ночью, достаточно редко, но может выдать результат лучше днем, а также работает портретная фотография с животными и объектами. Во всем остальном гугл камера просто в хламину ушатывает стоковую камеру на Xiaomi Mi A1. Фотки при плохом освещении, фотографии на фронтальную камеру, видео днем идет со стабилизацией, зум намного лучше, портрет не желтит, плюс его можно делать на фронтальную камеру, панорама лучше, есть режим Nightside, в общем в 90% случаев гугл камера будет лучше стоковой камеры на Xiaomi Mi A1. Что касается сравнения гугл камеры на Mi A1 с пиксельным втором, я не зря сказал в начале видео, что один аппарат у нас стоит 10 тысяч, а другой 40 тысяч рублей. Как вы видели, фотографии на пиксели не получаются в 4 раза лучше. Да, он лучше практически везде, но максимум раза полтора, чего я вообще не ожидал. Я думал, что будет полный разнос, но на самом деле Mi A1 с гугл камерой показывает себя вполне достойно. Естественно, что на пиксели можно делать фотографии в движении, целые серии снимков и еще много того, что я не показал в этом видео. Если хотите больше фоток с пикселей, можете подписаться на мой инстаграм. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Я очень надеюсь, что сделал это сравнение достаточно информативным и объективным. Если вам есть что дополнить, обязательно пишите в комментариях ваши мысли. А также не забывайте ставить пальцы вверх и мне будет приятно и в распространении видео на YouTube очень поможете. Желаю всем отличных фотографий, вне зависимости от того, на что вы фотографируете. А на этом у меня все, всем удачи, всем пока.